Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Очень быстро пролетели выходные, хотел себя заставить снять несколько актуальных видео, но, к сожалению, куча была своих персональных собственных дел. Однако у меня в голове уже давно находится идея снять весьма важное актуальное видео для тех людей, которые или планируют приезжать в США, независимо от того туристами или на постоянное место жительства, а также для людей, которые недавно приехали в США и могут просто не знать эту информацию. Основное правило проживания в США это строгое выполнение различного рода законов и положения обычной жизни. И порой люди, которые приезжают из других стран и других культур, они могут некоторые правила не знать, а незнание законов не освобождает вас от ответственности. Потому что вы находитесь на территории другой страны, и некоторые законы, которые кажутся вам достаточно дурацкими, неправильными, здесь в Америке их нужно достаточно строго соблюдать. Особенно это касается различных законов и положений о детях. Ювенальная законодательная база здесь работает очень жестко и сурово, и не потому что такие плохие вот эти вот самые чиновники, которые следят за выполнением этих законов о детях, а просто это жизненная необходимость, потому что порой американцы они сами себя ведут как дети и забывают о том, что они должны нести определенные ответственности, отвечать за жизнь маленьких людей. Вот. Я приведу просто несколько простых примеров, когда, например, бабушка с дедушкой отправились в супермаркет, забыв ребенка, на санцепете в машине закрытой. И к тому моменту, когда они вспомнили о том, что у них остался внучек в машине, уже было поздно, ребенку там возник серьезный тепловой удар, и это привело даже к гибели ребенка. Вот. Потому что вы просто понимали, что да, такого рода раздолбайство, оно есть везде, только в других странах на это закрывают глаза, а в Америке, если возникают такие вот варианты раздолбайства, принимаются достаточно жесткие законы, чтобы регламентировать и обязать взрослых строго за детьми присматривать. То есть после вот такого вот инцидента, соответственно, возникли законы, которые запрещают вам, например, оставить ребенка одного в машине, вне зависимости от того, на какую дистанцию вы от этой машины удаляетесь. И если вы, к примеру, этот закон нарушаете, это может привести к очень серьезным последствиям. Так же, как и есть закон, который запрещает вас ребенка одного до определенного возраста оставлять дома. Тоже, соответственно, это может быть для вас очень суровыми последствиями. Могу даже привести пример. У меня были друзья, они сейчас переехали пока временно из Денвера в другое место, но очень долгое время они проживали в Денвере, и у них сын ходил долгое время в школу, и периодически преподавательский состав делал проверки, правильно ли родители соблюдают правила вот в отношении детей. И такой был вопрос с подковыркой детишкам. А насколько вы взрослые? Вы вообще сами домой шли вот от автобуса или там насколько вы взрослые, чтобы одни дома оставались? То есть, кто у вас там самый взрослый? И там один мальчик возьми да и скажи, ну я типа взрослый, я самый взрослый, у меня вот родители ушли, а я там один дома сидел, я как бы вот совсем уже взрослый. И преподаватели ничего ребенку не сказали, там да, там Джонни, все нормально, отлично. Себе сделали на карандаше, потом пришли с проверкой к родителям, потому что такого рода безответственное поведение может привести к лишению родительских прав, и у вас ребенка могут просто забрать. Вот. Это кроме шуток, на полном серьезе это все может произойти. А почему? Потому что до определенного возраста, какой бы у вас не был ребенок послушный, какой бы он не был у вас там вменяемый, это все-таки ребенок. И ваше отсутствие он может сделать все, что угодно. То есть, это может привести к его гибели и опять же могут возникнуть серьезные последствия. Поэтому достаточно сурово, но справедливо. И вот я как-то сел и попытался сформулировать вот эти вот все правила, которые обычно в голове витают, но на которых у меня не было, к примеру, ответа. Я, естественно, вот это все большое эссе включил в свою книгу «Что делать?». Вообще, в принципе, надо уже эту книгу дробить на две, потому что часть вопросов, которые я туда стал включать, они, в общем-то, уже больше актуальны для людей, которые приехали в США, а не занимаются подготовкой. То есть, это скорее будет такой справочник переселенцев, что ли, скажем так. Я пока еще не знаю про техническое название, потому что вот эта информация, она не нужна людям, которые готовятся к поездке в США, она скорее больше нужна для людей, которые уже переехали. Поэтому нужно будет мне подумать по поводу редакции, часть вопросов просто переместить в отдельную книгу и там ее дооформить. Так вот, я вот сел и набросал вот эти вопросы, потом их переадресовал одному из юристов, с которым у меня как бы такая долгая дружба. Я периодически задаю различного рода коверзные вопросы, мне человек помогает с этими ответами и здесь все-таки я измором взял и заставил ответить на эти вопросы, потому что, ну, казалось бы, вопросы очень простые, но в то же самое время не все знают. Так что я попытаюсь кое-что из этих вот вопросов вам сейчас озвучить в видео, чтобы это не слишком долго растянуть резину. Ну, а в полном объеме это эссе доступно в составе моей книги «Пока что делать», а потом уже это будет самостоятельное издание, я еще анонс об этом сделаю, так что вы как бы внизу в описании видео можете будет потом посмотреть. Итак, вопрос первый. С какого возраста в США ребенок может ездить на передней сидении автомобиля? Вопрос простой, да? Такого возраста нет. По закону предпочтительно возить детей на заднем сидении. Если у вас как бы пикап, то, естественно, заднего сидения нету и вы ребенка так или иначе посадите на переднее сидение. Понимаете, да? Но такого регламента, как, например, я помню, в СССР был такой регламент. Докапывались эти самые гаишники и, по-моему, в Российской Федерации тоже есть закон, ограничивающий ребенка на переднем сидении. Но в США такого нету закона, чтобы ребенок обязательно сидел сзади. То есть это не совет, как бы это совет, но не норма. То есть если есть возможность посадить ребенка на второй ряд сидений, естественно, сажают. Но если такого второго ряда нет, вы можете ребенка, если у вас пикап или какое-то транспортное средство, где нет второго ряда сидений, естественно, вы можете ребенка посадить и спереди. Обязательно ли пристегиваться детям, если они едут на заднем сидении седана или минивэна? Тоже вы знаете, что в разных штатах разные законы. Где-то обязательно предписывается даже взрослым пассажирам в минивэне и в седанах на заднем ряду и третьем там ряду обязательно пристегиваться. В каких-то штатах есть послабление, вы можете пристегиваться только в том случае, если едете впереди, но пассажиры вот на втором и третьем ряду могут не пристегиваться. Поэтому тоже такой вопрос очень интересный. Так вот, дети до шести лет должны быть в федерально одобренных креслах. То есть, если у вас ребенок до шести лет, необходимо использовать или такой карсид, или бастер. Различие это просто так, как полноценное сидение, то есть, вот вы понимаете, да, детское. А в другом случае вот этот бустер, он как бы, это просто такая, подпопник. Не до сидения, то есть, нижняя такая часть, она крепится ремешками. В машине есть такие выступы, она крепится ремешками. Иногда с двух сторон бывают такие, как бы, ограничивающие такие вот ручечки, что ли, вот. То есть, это обязательно. Пассажиры с шести до восемнадцати лет должны быть пристегнуты. И, кстати говоря, штраф за несоблюдение этого у нас в Небраске 25 долларов. Даже есть статья, Небраска Revises Statitude, статья шесть, а, статья шестьдесят шесть, запятая двести шестьдесят семь. Вот. Живающие могут ознакомиться. Вот. Так что, двадцать пять долларов это стоит. Можно ли оставить ребенка в машине, если нужно срочно зайти в магазин? Если да, то с какого возраста? Ответ. Тоже, соответственно, ссылочка на законодательный акт. Штат Небраска. В других штатах может быть ссылка на другой законодательный закон. А дети до шести лет и младше не могут быть оставлены в машине одни. Небраска Revises Statitude 28-710. Пожалуйста, ссылочка на закон. Идем дальше. С какого возраста ребенок может самостоятельно ходить в магазин за продуктами? Тоже так. Такое немаловажное замечание. К примеру, вы сидите дома, вы заболели, у вас есть ребенок. Значит, соответственно, каким образом можно, тем более самостоятельный ребенок, который может пойти и купить батон хлеба. Я, например, помню себя в возрасте лет 7-8. Я в Москве, когда жил, спокойно, там, у меня бабушка за хлебом посылала в булочную, там, давала там какие-то медики. Я там покупал себе булочку, ей там хлеба. То есть, ну, в двух шагах булочной была. Такого, естественно, криминала, как сейчас в Москве творится, не было. Можно было спокойно сходить и не только в булочную, а вообще по всему району куролеть. Смотрим, что по этому поводу в США. Да, и вот вопрос. Может ли он расплачиваться карточкой своих родителей при условии разрешения на это или только наличкой? Ответ. В Небраске такого закона нет. Но есть общий закон, который предусматривает наказание родителей за жестокое или небрежное отношение к детям. Вот. То есть, соответственно, видимо, тоже. До 6 лет, если мы смотрим по логике вещей, нельзя ребенка оставлять в автомобиле. Значит, я думаю, что с 10-летнего возраста ребенок уже может в ближайший магазинчик сходить. Смотрим расширение этого закона. Закон за жестокое обращение и небрежное отношение с детьми. Небраска. Ревайзер статитюд 28-710-Б. Жестокое обращение с детьми. Или пренебрежение означает сознательно, умышленное или по неосторожности причинение. Или причинение вреда несовершеннению ребенка. Что может быть? Первое. Ситуация, что ставит под угрозу его жизнь. Или физическое и психическое здоровье. Второй пункт. Жестокое ограничение или жестокие наказания. Третье. Лишение необходимых продуктов питания. Одежды, жилища или ухода. Четвертое. Оставление без присмотра автомобилей. Если такой ребенок несовершеннолетний, моложе 6 лет или моложе. Пятый пункт. Сексуальное насилие. Шестой пункт. Подвергается сексуальной эксплуатации. Позволяя поощрение или принуждение. Заниматься проституцией, развратом, общественной непристойностью, порнографией, фильмы, изображения и прочее. Да, кстати, хочу вам сказать, что все, что касается сексуального насилия в отношении детей, педофилии и вот этих вот всех моментов, связанных с порнографией, детской и всем прочим, лучше вам быть, наверное, наркобароном. Чем каким-то образом быть замешанным в такого рода правонарушениях. Потому что порвут как тузик грелку. Небо покажется в овчинку. Лучше вам как бы такими делами не заниматься вообще. В Америке это очень жестко карается. Очень-очень жестко карается. Если в Российской Федерации на это закрывают глаза и эти вот люди, с позволения сказать, не несут никакой ответственности, то в США за такого рода нарушения очень жестко все. Педофилы лучше вам в Америку не ехать. Будет вам здесь каюк. Не дай бог вас здесь вычислят. Так вот, возвращаемся дальше к теме обсуждения. Значит, если есть разрешение на использование карточки родителей, то когда угодно ребенок может этой карточкой пользоваться. Кстати говоря, по американским законам вы можете, по-моему, с 10-летнего возраста на ребенка открыть дополнительный счет. Прийти в свой ближайший банк, оформить дополнительную карточку, ввести какие-то ограничения и у ребенка свой дополнительный счет. А с возраста 14 лет ребенок уже получает свой независимый счет. Он спокойно может его, ну, вы, естественно, открываете ему, но уже доступа к этому счету вы не имеете. Если до 14 лет это как бы идет как дополнительный счет к вашему банку и вы можете контролировать его, вводить какие-то ограничения, то с 14 лет этот счет уже открывается. Ребенок может этот счет открыть и, соответственно, полноценно его использовать. Соответственно, то есть, вот, чекинг, сейвинг аккаунт, полноценно получает дебетную карточку. То есть, это очень удобно. Я, если нужно, могу отдельно снять по этому поводу видео, потому что уже как бы был опыт открытия детям таких вот пластиковых карточек в банке, с которыми я работаю. И, как бы, есть опыт. Достаточно очень быстро делается, очень удобно. Вот. С какого возраста ребенку можно сделать банковскую карточку? Вот, кстати, ответ юриста. Все зависит от банка. Ответственность за все покупки несут родители. В некоторых случаях ответственность может быть ограничена. Кстати говоря, иногда недобросовестные кредитные компании, они для старшеклассников делают такую иезуитскую тему, рассылают уже приопровленные кредитные карточки. Дети, естественно, на это ведутся, эти карточки активируют, а потом приходят конкретные счета, которые родителям нужно погашать. Сейчас в каких-то штатах ввели ограничения на это, но вот я слышал, краем уха такая вот практика была. То есть разводили вот так детей. Смотрим дальше. Если детей двое разного возраста, к примеру, одному 6, другому 14, то можно таких детей оставить вдвоем в машине или дома на кратковременный срок? Ответ. Дома, да, в машине нежелательно. Посмотрите выше. Опять же, то есть, насколько у вас ребенок 14-летний, может быть, responsibility. То есть, насколько он может за это отвечать, за все. То есть, в доме, в принципе, да. Если у вас есть маленький там и старший сын, к примеру, 14 лет, то да, это можно сделать. Смотрим дальше. С какого возраста детей можно оставлять одних дома на кратковременный срок? Например, когда родители пошли в кино. Ответ. Как такового такого возраста в Небраске нет? Это вопрос для суда. То есть, если возникает какая-то критическая ситуация, то уже будет рассматривать суд. Но все зависит от того, насколько самостоятельны дети. Например, если будет пожар, сможет ли ребенок спастись? И сможет ли 14-летний ребенок вынести из горящего дома 4-летнего? А если у вас ситуация, если у вас mental disability ребенок, то есть, умственно отсталый или какие-то физические проблемы. То есть, сможет ли он в этой ситуации справиться с этим самостоятельно, к примеру. То есть, всегда задавайте себе вопрос, что будет, если случится пожар. То есть, ну, это касается именно штата Небраска. В других штатах, естественно, какой-то, может быть, другой регламент. Как я уже говорил, опыт штата соседнего Колорадо. Там, вот, 10-летнего мальчика в школе спрашивали на тему, значит, соответственно... Не, по-моему, не 10 лет, если ты, по-моему, помладше, да, младше. До 10 лет, сори. До 10 лет. Вот, а как раз вот задавал этот утилительный скаверзный вопрос по поводу нахождения один дома. Следующий вопрос. С какого возраста дети могут идти работать? И что для этого нужно? Есть ли ограничения по сфере работы? Согласно законодательству Небраски, детям 14-15 лет не разрешается работать более 8 часов в день или 48 часов в неделю. Соответственно, до 6 часов утра или после 8 часов вечера. Детям до 14 лет и, соответственно, до 6 утра и после 10 часов вечера. Ребенок от 14 до 16 лет может работать позже 10 часов, только если нет школы и на следующий день. То есть он должен выспаться, если на следующий день нет школы, он может работать. И, соответственно, если работодатель имеет разрешение. Есть федеральные часовые ограничения. Не более 3 часов в учебный день может ребенок работать. Ну, подработка там в магазине, там мерчендайзинг, там еще что-то. Не более 18 часов в неделю школьную и не более 8 часов во внешкольный день. То есть это выходные дни, соответственно. Не более 40 часов во внешкольную неделю. Это имеется в виду, когда каникулы, тоже какая-то подработка. Министерство, да, имеет право выдавать специальное разрешение, чтобы позволить детям 14-15 лет работать до 6 часов или после. При условии, что нет незапланированной школы и, соответственно, после проверки условий работы вот в этих вот помещениях, где предстоит работать. Плата за каждое специальное разрешение или продление составляет 10 долларов. Специальное разрешение не может быть выдано, если бизнес регламентируется федеральным законом. Дети в возрасте до 16 лет не могут быть использованы в любой работе, которая по причине характера работы является опасной для жизни, здоровья и в которых здоровье ребенка может быть причинен вред. Еще вопрос. С какого возраста ребенок может получить водительские права в США? Чтобы ездить на машине в школу. Все зависит от проживания. Опять же, мы говорим про наш штат Небраска. С 14 лет. Это что касается детей, которые проживают на фермах. И, соответственно, в Омахе это общая лицензия с 16 лет. Provisional Operators Permit. Сокращенно POP. Хотя, в принципе, с 14-летнего возраста можно подать ходатайство, если вы объясните, что это необходимо. И согласовать маршрут движения ребенка. И вы можете у нас в штате для своей дочки или сына такой вот пермит сделать. То есть, водительские права с ограничением. Он не имеет права ребенок выезжать на интерстейт. Он должен строго ездить по тому маршруту, который вы утвердили. Но это касается ограничения для 14-16-летнего. После 16 лет, естественно, уже все проще. С какого возраста на ребенка распространяются законы США? Уголовные и административные. От 0 до 7 лет практически дети не ответственны. Ни по административному, ни по уголовному законодательству. От 7 до 19 лет ограничена ответственность для несовершеннолетних. Значит, после 18 лет идет полная ответственность. Почему тут такая графа от 7 до 19? Потому что, видимо, тоже есть какие-то законы в зависимости от штатов. Но вообще, в принципе, после 18 лет это идет полная ответственность. До 18 лет нет смертной казни. Даже если ребенок совершает какое-то тяжкое уголовное преступление, связанное с убийством и прочими делами. Даже в тех штатах, где есть смертная казнь, он не впадает под действия этого закона. В Небранске полномочия суда по делам несовершеннолетних заканчиваются в 18 лет. Поэтому в возрасте 18 лет криминальное дело больше не может быть передано в такой суд. В некоторых обстоятельствах преступник может быть заказан как взрослый еще до 18-летнего рождения. С теоретической точки зрения суд для несовершеннолетних имеет юрисдикцию во всех делах, обвиняемых до 18 лет. На практике прокурор, изучив обстоятельства дела, может привлечь несовершеннолетних к ответственности как взрослого. Все зависит от возраста. Например, для детей, подростков вернее, от 17 лет и старше рассматривается семейное положение, ну и, конечно, серьезность преступления. То есть, вот такие вот краткозаконы, которые я хотел осветить. Естественно, в письменном виде это у меня включено в состав моей книги «Что делать?», потом, возможно, будет перенесено в другое издание. Но, я думаю, что вот эти вот вопросы, их необходимо знать. Еще раз повторю, в Америке незнание законов вас не освобождает от ответственности. А законы здесь нужно соблюдать. Надеюсь, моя информация для вас была полезна. Насколько я знаю, что подобную тему никто еще из блогеров не поднимал. И думаю, что у меня еще есть пару-тройку кроликов в шапке. Тоже те темы, которые не тем еще не освещались, но которые крайне-крайне важны. На этом хочу с вами попрощаться. Хорошего всем дня, здоровья вам и вашим близким. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с поездкой в США, по любым вопросам, будь то туризм, будь то переезд, под видео есть мой e-mail, посылаем запрос-заявку, любые консультации по вайберу, по скайпу. Оплачивайте мое время, без расчета 35 долларов в час и отвечу на все ваши вопросы. Хорошего всем дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok